это мой аквариумный уголок аквариум можно назвать травником растения растут прекрасно без химии, без СО2 и с умеренным светом многие не верят, но факт имеет место единственное, что грунт здесь стоит уже очень давно, лет 12 я ни разу его не перемывал и практически не сифонил и вот такой вот результат, как ни странно а вот сейчас можно подойти поближе и рассмотреть, что же там внутри вот здесь семья Еряда Хромисов завела потомство где-то там есть детишки, они еще маленькие прячутся но родители очень внимательно наблюдают за всем окружающим а окружающие вон какие но родители их никогда не трогают просто отпугивают очень аккуратно, никаких жертв нет среди рыб самая интеллигентная рыба это Еряда Хромис Маркшмита не позволит себе никогда никакой бестактности и даже во время нереста очень даже аккуратно себя ведут вот тут зарослепый гостемон октопус очень хорошо прижился а здесь Эфинодорус горизонталис на тайгнем плане Анубиус и Лобилия вот здесь в затененном месте вот так растет в общем-то вот здесь тоже и слабели вот это вот тоже тянется к свету а сверху другое растение очень интересное это вот листья опущенные под воду а вот здесь листья над водой это гости конечно разные растения одно и то же тардисканцы она вполне может расти как вне воды так и под водой на небольшой глубине население в основном пиццелия несколько штук борбусов вишневых вот это общий план вот такой вот грунт обыкновенный строительный гравий мелкий не сифонился и не чистился он уже очень много лет и вполне нормально все на нем растет сверху здесь значит немножко лесимахия есть и ричи вот она вот так вот все здесь и живут а это соседний аквариум здесь семья гельдохромисов тоже с потомством здесь их можно даже рассмотреть немножко вот они тут вот они прыгают если их внимательно присмотреться можно увидеть вот они родители присматривают чтобы они далеко не уходили от гнезда вот это мамочка красавица это один из папаш это семья из трех экземпляров самка и два самца это минимальный состав семьи пара уже это так не очень семье получается лучше когда у мамочки несколько помощников в заботе о потомстве где-то там еще они прячутся вот они прыгают надеюсь увидите а вот здесь вот находятся их соседи другие гельдохромисы еще помоложе ну и пиццелли вот они вместе живут и дают потомство пиццелли тоже есть маленькие вот и гельдохромисы никто никому не мешает хотя кое-кого пугает само слово цихлида а если еще и африканская тем более а вот гельдохромис маркшмита это на мой взгляд идеальная цихлида растения растения не трогает рыбок не трогает грот не копает питается самыми простыми кормами размножается в самых простых условиях и характер и внешний вид все соответствует так оно здесь все спокойно и гармонично так это штук кормят африканская 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 Продолжение следует...